В Северском районе прошел форум лидеров ученического самоуправления «Шаг в будущее». Во время дискуссии с начальником управления по молодежной политике Натальей Швецовой и начальником управления образования Любовью Масько, ребята обсудили новые проекты, выступили с предложениями и поделились лидерским опытом. На территории нашего района такое мероприятие проводится впервые, и мы надеемся, что результаты этого мероприятия будут настолько хороши, что мы будем проводить его ежегодно. Один из главных вопросов, интересовавших ученический актив – развитие добровольчества в Северском районе. Если мы чувствуем то, что мы можем помочь человеку пережить какие-то неприятные моменты в его жизни, трудные какие-то жизненные ситуации, прежде всего это нас с вами делают людьми, людьми, которые чувствуют чужую боль. До тех пор, пока мы ее чувствуем, мы сами остаемся людьми. Если мы этого не будем делать, конечно же, в обществе у нашем будут происходить те страшные события, которые, к сожалению, иногда имеют место быть. Поэтому однозначно это направление будет развиваться, но без вашего активного участия, без вашего сопереживания и активного развития этого направления, конечно, ничего не случится. После дискуссии лидеры ученического самоуправления посетили тренинги и мастер-классы. В завершении форума ребята поучаствовали в первом чемпионате по квиз-игре «Игры разума». В дежурную часть отдела МВД России по Северскому району поступило сообщение от владельцев одного из местных тепличных комплексов, который рассказал, что с территории предприятия пропали два трактора, а также инструменты. Общая сумма ущерба составила около полумиллиона рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что трактора с предприятия были вывезены на автомобили. Также было установлено это транспортное средство и личность его владельца. На территории домовладения 25-летнего местного жителя один из похищенных тракторов, а также инструменты были обнаружены. Было установлено, что кражу он совершил совместно со своим знакомым, а второй трактор был разобран и продан на запчасти. В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. По статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» ведется следствие. Зажигай сердца слушателей – их призвание. Конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Зажигай» уже в 12-й раз собрал на одной сцене самых ярких и талантливых ребят со всего Северского района. Этого дня юные песцы ждали целый год. Усиленно готовились, подбирали репертуар и репетировали со своими преподавателями, чтобы достойно выступить. В вокальном конкурсе приняли участие 6 вокальных ансамблей и 25 солистов. Несмотря на волнение и серьезную конкуренцию, ребята продемонстрировали хорошее владение голосом и арсистизм. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В течение нескольких часов компетентная жюри, составленная из опытных педагогов, оценивала конкурсантов в двух возрастных группах от 14 до 18 и от 19 до 25 лет. В номинации солисты победу одержали София Праскиопла и Наталья Скрипник. Среди ансамблей лучшими признали ансамбль «Небеса» и дуэт «Звездные». Несмотря на сложность возложенной миссии, экспертный совет выбрал самых достойных финалистов. Победители получили грамоты, а главное – заслуженные аплодисменты зала. В Москве прошло одно из самых ожидаемых светских событий этой осени – премия «Женщина года» по версии журнала «Гламур». Главную награду в номинации «Женщина года» получила 24-летняя Александра Бортич. Зрители оценили подвиг актрисы. Ради роли в фильме Бортич поправилась на 20 килограммов и в процессе съемок смогла полностью вернуться в форму. «Очень хочется внушить уверенность в девчонок, ребят, во всех молодых людей, что очень важно – любить себя, не слушать никого, идти к своим мечтам, целям». Моделью года признана 63-летняя Валентина Ясень – самая успешная модель России в возрасте. Ее карьера началась всего год назад. Раньше Валентина работала в одной из аптек Петербурга. Теперь она – украшение глянцевых журналов. Это для меня очень многое значит, потому что, вы знаете, мне кажется, что голосовали в основном молодые люди. Максимально надо прислушиваться к себе и верить, доверять себе. Иногда не очень важно, что говорят и кто, как говорит о тебе. Очень важно, что ты сам о себе знаешь. Парой года стали Регина Тодоренко и Влад Топалов. Регина на девятом месяце беременности. Пара вовсю готовится к появлению первенца. Эта номинация имеет вес именно для меня, потому что мне хотелось, чтобы мы стали парой года и, наконец-то, мы это сделали. Среди прочих победителей сборной России по футболу как лучшая команда года – лучшая певица Полина Гагарина. В этом году премию вручали в 14-й раз. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»